Меньше чернухи, больше позитива. Молодых журналистов призывают встать на путь формирования новой системы ценностей у подрастающего поколения. За это ратуют педагоги и политики. Провели круглый стол на тему влияния масс-медиа на мировоззрение детей. Когда-то главным источником получения информации были газеты и радио. Люди безоговорочно верили полученной информации. Но она, как и сегодня, не всегда подавалась правдиво отмечать в педагоге-журналисты. Ведь при Советском Союзе почти все издания были партийными. Сегодня есть выбор, какой информации верить, но ее нужно уметь искать. Проблема формирования морально-этичных ценностей залежит не только от окончательного средства, не только от школы, в которой дети учатся, не только от двора, а и от засобов массовой информации, до которых сегодня належит и интернет, и телебачение, радиомовление, пресса. Дитина не секрет в том, что сегодняшняя дитина отдаёт перевагу интернету и социальных мережей, в которых она пропадает, и телебачение. Разбираться в фактах и давать свою оценку событиям будущих журналистов учат и в школьных газетах. Но они есть только у 20% школ. Развивать их в учебных заведениях не очень стараются. Школьная газета – это способ организации школьной молодости, который позволяет быть включен в общественный процесс жизни детей в школе. Это способ творческого самовыявления, самоидентификации молодой личности на шпальтах массового видения, который помогает реализовать не только свои, скажем, амбиции. Тем временем молодые журналисты сами могут определять систему ценностей, а сегодня это важно как никогда. Педагоги, которые воспитывают будущих журналистов, будущих формирователей общественного мнения, для нас представляется очень важным и главным вопросом, который называется система ценностей молодёжи. Истинная система ценностей. Когда мы говорим о памяти, о наших героях, когда мы говорим о уважении к семье, когда мы говорим о отношении к своему здоровью и так далее, это есть те ценности, которые молодёжь в себя впитывает. Очень актуально, потому что сегодня мы будем разговаривать с педагогами о подходе к работе с молодыми журналистами, которые в свою очередь будут формировать через свои издания взгляды, подходы, анализ у молодых людей, в понимании тех процессов, которые сегодня происходят, как в школе, как в маленьком городе, так и в Запорожье, так и во всей Украине. Вопрос развития и поддержки молодёжной прессы у нас в городе не пущен на самотёк. В этом направлении работа уже ведётся, отмечают представители власти. Продолжение следует...